шалом эмброха мы продолжаем наше путешествие через жизнь и как в прошлом шиуре мы старались сконцентрироваться на концепте иммуна вера упования чтобы эта иммуна была не в теории она не была просто иммуна тамох иммунат который только остается в нашей голове который только живет где-то очень глубоко и не относится по-настоящему к нашей жизни это иммуна тамох который часто приходит от нашего нашей среды наших родителей от что то что это мы не стараемся мы не работаем над этим поэтому это не называется иммуната лев с верой уверенности которая живет нашей жизни имеется ввиду это в нашем сердце как пример мы привели эту очень уникальную историю срав бояр который когда он был в яшеве для ребят которым было тяжело в своей жизни они у них были много испытаний у них была специальная мисс геррид специальная шива для них там был один молодой человек который поинтересовался после урока массер ксафим что нужно отделять десятую часть он спросил относится ли это тоже к наследству после того как он получил позитивный ответ что да нету разницы также у наследство нужно отделять десятую часть он вынимает своего счета из банка больше двадцати тысячи чекелей он относится руши шиви покупаются новые книги и после этого раб бояр он сталкивается с вопросом у которой на которую не было ответа дело в том что этот мальчик который был пошел на такую подвиг он дал отдал из своего банка из своего кармана такую большую сумму для благотворительности он сам уже больше месяца не девать филин и так двое ребят спросили как это может быть как это человек может настолько делать что-то особенное что-то какая вещь которая безусловно сделано было из-за митцвы не за того чтобы разбогатеть не за то чтобы было бы когда честь потому что тот же кто же кто сказал что у тебя будет честь у тебя будет богатство он тебе сказал девать филин поэтому как это может быть что этот молодой человек он не делает он не носится к тому что действительно от него ожидается и с другой стороны он готов на такую такой подвиг здесь мы начали разбираться в этой теме сказать что у каждого человека из шарашим есть какие-то корни которые у него по-настоящему находятся внутри но эти корни они могут быть очень раковым очень могут быть гнилые и поэтому когда это доходит до ли массы до действий как как человек себя ведет и он никогда не работал над этим он никогда не сделал то чтобы эту часть него как мы видели это слот из когда человек просто имитирует своих родителей своих окружающих то он все те вещи которые у него как-то не сходят не 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 подходит по его разуму это не входит в его вид жизни в мироззрение тогда он может вести очень очень противоречащий очень такой большой клэш настолько большая конфронтация между вещами которые он делает автоматически потому что так к этому он привык это он может быть очень внимателен и очень серьезно относится к разным митцвот к разным заповедям с другой стороны вещи которые это алабет это азбука это то что от него полностью ожидается и требуется он не делает и это мы видим сплошь и рядом это мы видим у себя видимо других поэтому мы сказали что вот это вот лев это это то что привет сказаны что они эти полям и миши макир орэмет нету грусти нету расстройства нет претензий у человека который знает орэмет который видит перед собой он познакомился с светом истины имеется виду что это должно быть у меня в сердце если человек постоянно переживает нервничает он у него очень большие как мы видели с этой истории про женщину который не могла найти шеду для своей дочери если мы это не донесли до своего сердца это все находится в теории то мы можем говорить или им псалмы весь день можем бегать за благословениями к разным праведникам но когда потом будет какое-то испытание какое-то столкновение с окружающим миром это может быть какая-то конкуренция это может быть какая-то зависть это может быть стресс то если человек работал над этим он сделал он достиг того что это часть меня я тогда даже если я буду падать я буду делать ошибки я я но это не дойдет до эвки рут это не дойдет до такого состояния где человек просто идет полностью против тех вещей фундаментальных вещей от которых он ожидается это то что мы видим у этого молодого человека теперь на самом деле эта история не закончилась там и здесь мы учим очень очень важный урок для себя в вешиве над этим молодым человеком начали просто издеваться и его очень-очень обидели очень-очень глубоко они сказали что кому нужны твои книги кому нужны все это вся эта благотворительность посмотри на себя ты не мальчик велин это такая простая вещь такая фундаментальная вещь которую ты не следишь за ней и это очень было очень больно от этого рафа бойер он делал с ребятами интересную вещь он давал им уроки про мистику про сны про вещи которые как-то их затянуть чтобы им было интересно и это привело к тому что почти каждое утро было пару ребят которые рассказывали ему свои сны и спрашивали что они значит обычно как он рассказывал это для них кончалось ну так дорого это стоило потому что он всегда это объяснял таком виде чтобы они должны себе как-то лить хозяйка не должны стать более аккуратным более как-то подняться духовно поэтому каждый раз когда у него была возможность он интерпретировал эти сны такой в это направление и так во время это всей истории когда происходило уже прошива старался это остановить чтобы как-то этого мальчика стали в покое но одновременно утром в это время утром приходит раббояр в ешиву его ждет один молодой человек говорит что мне был сон что это был за сон он сказал что был страшный сон он стоял отдел твилин и вдруг он видит как араб подходит к нему он снимает у него твилин и через некоторое время возвращает весь твилин полностью разрушен полностью разорван в клочья такой сон раббоя спасил его когда последний раз ты проверял свой твилин как мы знаем что если он соприкасался с водой или с был на солнце разные это все из кожи это также сами чернила они могут быть повреждены то он сказал что бармитца сколько там уже восемь девять лет которое прошло я не проверял вещи ни разу хорошо тогда давай надо срочно проверить и действительно нашел человека который может за суд за меньше за сутки проверить чтобы уже вернуть его следующий шахарит и так это целая история короче он действительно проверяется этот твилин и находится в слове к нани что можно как-то связать с арабами это находится что это слово написано с уже потряс там трещины и буквы уже нет и поэтому твилин не кошерный и так другие ребята тоже испугались и они целую принесли целые там сумки с твилинами все начали проверять свои твилины не только ребята также сама целый сама сами раввины сам учителя все 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 учащиеся все весь ангола также все все ребята и все раввины которые это еще вы они все проверили свои твилины и тут произошло что-то потрясающее все 40 пар твилинов были по сути были испорчены некоторые из них можно было починить некоторые из них не на все каждая пара обой сказал что даже его твилин бро хошем одевает две пары один из них был испорчен и некоторые из них когда их открывали они трестами другие были были что-то неправильно все прошьет с прикаментом мы видим что так как в этом месте издевались над этим молодым человеком который не одевал твилин что он не исполнял эту митву то минаша маем с небес был показан четко всем тем кто близко находились что вы смеетесь над ним что не одевает филин вы тоже не одеваете твилин как известно если у человека не кошерный твилин то это это не это наоборот он все благословение которые он говорит на твилин они не считаются поэтому мы видим что это что-то потрясающе если даже человек делает исполнять какие-то заповеди но он это делает вне без какой-то высоких к вон от высоких каких-то намерений у него и он исполняет это он без особенных высокого уровня у него находится это иммунат ашорыш у него очень так как бы низкий уровень может быть его митвот никогда нельзя над этим как-то издеваться над смехаться и обижать этого человека каждый на своем уровне каждый делает что он может мы не знаем где его свобода выбора где этот человек на самом деле мог бы находиться знаем что действительно в нем заложено что нет поэтому ни в коем случае когда мы смотрим на других людей мы видим у них такие противоречия они делают с одной стороны так много и с другой стороны так мало и это может вызвать в нас какой-то какой-то такой цинизм и иронию ни в коем случае нельзя над ними насмехаться потому что это то что что прошло здесь мы не знаем их точку свободы выбора мы не знаем где они по-настоящему находятся поэтому над собой мы должны смотреть мы должны проверять себя насколько я действительно стабилен своем насколько у меня есть шелымут насколько у меня есть полноценность что у меня ни одна рука длина длиннее другой и в этом мы должны за собой следить но ни в коем случае не смеяться над другими теперь сегодня мы постараемся продолжить и постараться узнать и понять как это в практике как это больше научиться чтобы вот этот пиццуль чтобы вот это вот так называешь изофрения когда мы 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 делаем с одной стороны так много и с другой стороны так мало как это начать над этим увидеть это начать над ним работать и постараться это исправить в мы видим что что как мы говорили что если человек переживает о чем-то на эти переживания они находятся в сердце что даже если я где-то внутри в моем разуме понимаю что это все не так страшно все хорошо но если у меня есть переживания опять же как мы сказали если это какие-то обиды кто-то меня обидел если это конкуренция есть какие-то зависть так далее так далее все эти вещи когда человек очень очень об этом переживает это показывает что его иммуна его вера она больше находится здесь но она не опустилась еще в его сердце потому что сами переживания можно это как-то определить локализировать это сердце другими словами если у меня я дошел до этого уровня что вместе ему на талиф есть вот эта вера которая стала частью меня и я живу этим тогда мое сердце само наполнено ему на и там уже нету место для до год для каких-то страхов и и до год это как привести это как переживание отлично спасибо значит эти переживания это только могут быть в пустом как говорят и хазалы кому лиц играет что пусть в пустую голову приходят плохие мысли то же самое здесь когда сердце не наполнено ему на не было сна верой тогда эти переживания чувствуют себя дома поэтому в мы коротко расскажем о таких более высоких концептах и постараемся их увидеть как их практики значит есть два концепта есть ор хохма и орга бина есть орха хохма есть свет мудрости есть орбина свет понимания орга хохма это что-то очень-очень высокая этот свет который делает то что мы достигли в пурим что мы видим что зла на самом деле нет нет все зло на самом деле это это не существует мы видим что зло становится тем что выглядело плохо на самом деле это хорошо это пурим это особенный уровень которым мы может быть будем говорить потом в орбина это понимание свет понимания это когда я своим мыслями своим поведением своей верой я убираю зло в сторону я не в отеле его аннулирую это уровень емки пура где мы берем и мы аннулируем все плохое мы отодвигаем его в сторону мы очищаемся от него в как добиться этого уровня этого этой орему на вот это света веры который делает то чтобы что она наполняет мое сердце что и она убирает в сторону и прогоняет все плохое это и тбанинут это вещь которая называется что ты должен сосредоточиться должен начать обдумывать все что происходит весь мир мы дадим четыре примера четыре сферы где это можно сделать человек нужен начать раздумывать и как мы знаем что авраама вину он пришел к тому как стать отцом отцом еврейского народа первооткрывательным что он сам задал все эти вопросы он и поэтому ашем открывается ему именно это было сделано тем что он начал смотреть и начал анализировать этот мир и это что-то что каждый каждый из нас может это сделать и должен это сделать имеется ввиду что человек не может добиться какой-то простой веры на есть такая ему на пшута просто вера как минимум очень простых людей она тоже существует только после того как ты работал над этим ты битбоненты ты ты анализируешь ты понимаешь ты ты обдумываешь только тогда у человека действительно получается а он набирается этой муны когда он просто что-то читает он что-то слышит он он не обдумывает это он не садится сам по себе начинает наполнять себя этим знанием он начинает чувствовать что это становится частью его а тогда это не поможет это останется может быть может быть у него в разуме это никогда не 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 опускается не становится частью меня поэтому в как пример мы знаем что рамбам эвнезы многие решения многие главные комментаторы они спрашивают например как тора может приказать нам такие быть свод такие заповеди как но сахмат не завидовать не желать это что-то что у человека с происходит автоматически это его чувство на даже аваташем любить творца это как же можно представить себе что ты тора от тебя требует чувств и ответ на это в общем то почти все отвечают что в как только ты начинаешь задумываться об этом начинаешь задумываться что к об этом мире о творце ты думаешься о себе что о чем тебе дает и и как этот мир работает тогда ты начинаешь чувствовать как аваташем есть спор как это работает или человек должен задуматься о творце что мне дает что для меня сделает как он ведет этот мир и это ведет к любви но сама митсва сама заповедь это задуматься другие считают нет задуматься это это анализировать это средство как прийти аваташем аваташем любовь творцу это уже наша цель это митсва в любом случае мы видим что невозможно к этому прийти без того чтобы начать об этом раздумывать скоро мы дадим пример об этом в талмуде сказано что даже самые пустые люди пустые евреи они наполнены митсва наполнен заповедями как ремонт как гранат и тут мы немножко почувствуем будет вкус как нужно задавать вопрос когда ты учишь какой-то хазал учишь какие-то изречения наших мудрецов еще раз сказано что даже самые пустые люди они наполнены митсва наполнен заповедями как ремонт как гранат теперь что это значит только что вы сказали что это пустые если не пустые то они не могут быть полными к гранат если не полный к гранат они не пустые что это значит дает поварский предыдущий расшива панович сейчас его сын решива он отвечает полностью гениально как он это объясняет что хазал наш мудрецы сравнивают вот этих пустых людей не с апельсином не сам яблоком а именно с гранатом гранат он отличается чем-то очень особенным видим что там действительно очень очень много зернышек и они все отдельные он до наполненных много не как в апельсине или как других а их множество но не все полностью отдельные то не как яблоко другими словами наши мудрецы говорят что да может быть ты возьмешь человека он действительно делает много хороших вещей так это выглядит он одевает филин может быть он может быть дает благотворительность может быть моет руки перед едой может быть он говорит беркет амазон иногда и делать добрые дела и так далее и так далее но это все отдельные зернышко это не одно целое это мне ту тахлы станет у что у человека есть какой-то путь в этой жизни он не не делает это потому что он видит что он сейчас служит в рационе это все чуть-чуть там чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь что это тут нету одного это никогда не становится одним целым а наша цель чтобы вся наша служба творцу все наши наши поведения все наши действия чтобы тут была какой-то одна дорога одно целое которому человек должен какой-то прийти какое-то совершенство поэтому даже если человек зажигает хануккальные свечки и повесил своими зузу и так далее так далее но мы не видим что есть в этом какое-то совершенство и даже если мы все делаем ошибки мы все падаем там и сам но это не доходит до такого что я полностью противоречу своем поведении в своей службе творцу мы не говорим о человек который только начинает соблюдать некоторыми свод и конечно он потихоньку поднимается из-за своего развития он 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 не может взять на себя все это так именно нужно потихоньку себя вести это это правильный подход мы говорим о людях которые считают себя религиозным человеком но они ведут себя чтобы это не было есть множество испытаний у которых каждый знает свои свои слабости но даже если мы ошибаемся чтобы это было как исключение чтобы не делал как есть такое выражение что да мы соблюдаем какие-то митцвоты мы соблюдаем какие-то ворот соблюдаем какие-то прогрешности нет такого что ты соблюдаешь какие-то вещи как ты человек все что к нему в разум его не подходит ему это не нравится ему это уже от отходит сторону надо смотреть чтобы действительно тут было одно целое в поэтому мы должны действительно взять это время и научиться концентрироваться наше поколение концентрация как мы говорили это просто невероятно сложно мы как мы говорим что это поколение комиксов на наше время все должно быть ну быстро проходить никто не может просидеть и прослушать что-то дольше чем какое-то ограниченное время концентрация молитва для нас стало вообще чем-то невероятным как репхайм не вский даже сказал что нужно все делать с никудот все книжки в наше время нужно печатать с классными потому что у людей уже нету концентрации нету нет возможности задуматься что это за слово поэтому да это может быть тяжело да это наше испытание это наше последнее уже поколение но несмотря на это мы должны понять без этого мы никуда не сдвинемся мы никуда не дойдем поэтому чтобы был прогресс в этом мы должны начать концентрироваться на и надо стараться это повлияет на мою молитву это повлияет на моё поведение повлияет на мы на на мои нервы на мои на мой стресс потому что ему на она будет становиться частью меня она наполнится мое сердце будет наполнена ей не оставится место для других глупостей поэтому в у фараона как пример еще один после 10 казней которые полностью разрушили всю эту империю египетскую мы видим что врейский народ уходит из египта с поднятыми головы в середине дня но короткое время после этого уже фараон и 600 тысяч и вся такая с огромнейшей армии клесницами он мчится за нами откуда это может прийти объясняют наши хозяева наши мудрецы что мы видим что еврейский народ боялся фараона его армии сказано что когда они приблизились то все закричали была паника был страх перед ними говорится что от этого страха у египтян была сила и было вот это вот возможность помчаться за нами в погоню чтобы нам причинить какой-то вред потому что у нас был страх перед ними поэтому это дало им это силу поэтому так нашей жизни тоже если мы не работаем над этим на нашей верой нашим нашим близостью к творцу и это влияет на то что у нас постоянно какая-то страх паника мы боимся многих вещей это тоже дает силу эти всем этих монет с этим вещам которые нам останутся барьерами в нашей жизни часто их сила как 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 мы знаем в этом мире что кашем создал что каждым плохим поступком человек дает силу не цирара какой хара злу в этом мире и это будет его наказание что последний когда человек потом попадает тот мир то все эти плохие поступки которые с из них создаются так называемые черные ангелы тогда как ну без без крылышков и без страшных лиц это вот это вот сила который потом человек этим будет платить за свои прогрешности потому что каждый 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 хорошим мит свой хорошим поведением хорошими действиями мы создаем что-то хорошее то же самое наоборот поэтому это понятно что если у меня страх если у меня есть какой-то паника перед чем-то перед какими-то инстанциями перед перед конкуренцией опять же перед коллегами перед шефом перед налоговой инспекции так далее все это дает силу тем вещам потому что у человека не должно быть это страх и насколько от меня это ожидается опять же каждого из нас есть своя свобода выбора и если мы максимально ее используем тогда больше от нас не требуется но мы никогда не знаем сколько это максимально поэтому нам нужно максимально стараться в опять же если мы не задумываемся если мы остаемся вот такими это ровол бы описывать что человек которого нету и тбанинут он не задумывается своей жизни вот это ему на сейчас мы дадим пару примеров то он радует он пустой человек то что описывается до этого даже если я кажется мне я наполнение я весь день вроде бы так успеваю сделать так много хороших дел так много заповедей но это все как зернышки которые не делают из себя целое одно целое поэтому для начнем с того что как прийти к аваташем кому над нашим к любви к творцу вера в творца одна вещь мы можем посмотреть на этот потрясающий мир смотрим на звезды на это огромное количество звезд на солнце на на луну как как все в таком совершенстве почему есть миллионы миллиарды звезд почему если солнце оно совершенно в этом балансе если бы немножко было дальше это было бы катастрофа если он был ближе это также привело бы к как нашей смерти видим что все в этом мире как это создание само нужно просто только открыть глаза и начать смотреть насколько есть тут мы видим совершенность это когда человек начинает задумываться об этом он смотрит что нужно из 42 миллиона километров от луны к солнцу и чтобы лететь тысячи километров в час то за 17 лет человек может долететь до до солнца и все эти вещи которые просто мы привыкаем к ним и мы никогда не задумываемся в них но так как мы уже деснее время говорится из теории дарвина и так далее но как так как мы уже это уже прошли этот этот барьер да мы понимаем что эволюция это не это очень нерациональная вера это такие поэтому сам дарвин об этом пишет что у него не хватает очень много шагов но это не сейчас так как чек уже находится на более высоком уровне он понимает что есть творец поэтому давайте посмотрим вокруг нас посмотрим как этот мир построен сколько он потрясающе работает в не каждый день у нас 1440 минут 1440 минут в каждом дне значит вот эту пару минут даже самый занятой человек он может найти эти пару минут сесть и начать задумываться о тех вещах которые мы сейчас скажем в значит клиокер говорит потрясающий пшат от балакейда он говорит что авраама вину он пришел именно к открытию творца тем что он смотрел на солнце он анализировал как земля и солнце как они между собой находятся в таком балансе в таком совершенстве и это как он пришел к этому открытию что есть творец видим что когда яков сражается с ангелом эйсова и это такая главная конфронтация такая фундаментальная война между добром и злом то он конечном итоге он выигрывает эту битву эту борьбу тем что он солнце начинает входить за восходи восход солнца и сказали говорит клиокер что он смотря на солнце он также набирается этой иммуна этой веры который авраам пришел к открытию что есть творец и это именно дает ему силу в конечном итоге победить этого ангела который считается ангелом и царара англом смерти и англа всего плохого не что даже яков он тоже он 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 берет от этого силу он берет этого силу иммуна которая дает ему эти сверхестественные могущество этого осилить этого зло и поэтому может быть стоит кому кто может стать пораньше на поэтому видно считается что молиться шмонесры во время восхода солнца на это считается с молиться меду шахарит утреннюю молитву в то время когда восходит солнце это считается самое лучшее время может быть это связано с этим потому что человек обращается к творцу в тот момент когда он видит как этот мир освещается солнцем легче для многих это посмотреть на заход солнца я помню мы с детьми были в хайфе и мы были на пляже когда мы все смотрели как как солнце опускается вниз это потрясающая вещь и так что даже в городе можно иногда найти места где это возможно увидеть и насладиться этим и как то чтобы это приблизило меня к тому что как насколько творец открывается тем как он создал этот потрясающий мир вторая вещь это посмотреть на себя на свое тело сказано биби ссори эхэзэ элоким сказано что это моего от моей плоти я увижу творца человек смотря на на свои на свое зрение на свою речь на дар и дар слуха вкус запах на все все эти вещи которые работают с таким точностью с такой и нужно миллион компьютеров чтобы как-то имитировать все эти вещи вся эта информация все это такое совершенство что любые теории ничего не может это объяснить потому что это работает в таком таком совершенстве и мы к сожалению привыкли мы выросли на таком научном очень рациональному очень подходе где мы думаем что это все мы так к этому привыкли мы думаем что это как-то наивно задумываться и говорит что восхищаться такими вещами на как авигда миллер я часто это видел но не могу сказать что это до почувствовал до до недавно что сказано что он ходил с собой в кармане он всегда носил косточки от апельсина и часто когда у него был шанс он в немалах он смотрел на них и он освещался творением творцам ведь что вот в этом в этой косточке которую ты посадишь через некоторое время будет прорастет небольшое деревце на нем будет сотни тысячи апельсинов и в каждом и заприсаны будут косточки из которых ты и так далее так далее так далее и все это все это днк заложено в этой малюсенькой косточки который будет земле которая раз там будет гнить и и только после этого простил все насколько это все потрясающий этот авикдо миллер этот очень известный очень мудрый раввин для него это было важно и для него это вызывало восхищение когда он смотрел на эту косточку в все работает да все волосы ногти да все это опять же видим какая подошла гармония во всем этом и как это нас нас сопровождает всю нашу жизнь с другой стороны значит это третья третий пункт мы видим что происходит когда у человека что-то не работает в его теле к сожалению мы знаем что когда клетки не делают то что от них требуется то это ведет к страшным болезням как кто-то сказал что не нужно делать какие семинары никакие уроки вере нужно просто взять людей больницу там где там там не рак этому другие страшные болезни и люди очень посмотреть это уже дает какой-то человеку задуматься и какой-то какой-то страх и мы видим что происходит когда эти это не работает в совершенстве рафаим каньевский сказал потрясающую вещь что чтобы не люди в наше время любят сегул от любят какие-то специальные рецепты какие-то особенные вещи которые помогут каждому приспеть он сказал что если ты не хочешь сегула человек если ты не хочешь попасть больницу на с какими-то проблемами здоровья то сегула что нужно делать для этого делать бикур холим навещай больных еще больных в больницах дома потому что если он объяснил так что если человеку суждено быть больнице пусть он будет больница но пусть он будет посещать навещать других если он навещает других он уже был в больнице он уже как бы йоце он уже сделал то что от него требовалось то что на него на нем висело он это исполнил и теперь ему не нужно туда будет попасть как пациент номер четыре конечно до этого наши утренние благословения будут выглядеть совершенно по-другому на если будем задуматься что такое глаза на что такое за кофе фильм что я могу быть у меня есть силы я могу видеть каждой из этих утренних благословений на пока яхо в рим открывай глаза она будет выглядеть совершенно по-другому если мы будем задумываться об этом номер четыре может быть самый сложный что понять что аколь ли в ушим все в этом мире это как одежда это как скрытие и все проблемы и все препятствия которые происходят это опять же это все как такая представление которое нужно пройти нужно в этом выступить в своей роли самым лучшим способом на это все не сказать не конец света это все что происходит все же наши испытания это все в конечном итоге проходит и если человек максимально старается это все что от него требуется это тяжело это очень тяжело потому что мы мы у нас мы люди у нас свои чувства наше сердце не готовы всегда к этому они наполнены еще такой верой поэтому надо постараться начать с другой стороны когда человек чувствует хорошо он чувствует что хорошо помогает он чувствует что для него открывается какие-то ворота тут схватить себя и начинать начать благодарить творца что я вижу что это не случайность я бежал на автобусе успел я искал какую-то работу я нашел я искал человека он он ко мне подошел другие все эти вещи которые происходят сами постоянно открыть глаза понять что это не случайность и этим человек на себя учит он себя уже приобретает вот это вот ему на талев это вера которая становится часть меня в если мы открываем сам сам жизнь становится гораздо более интересней гораздо более яркой гораздо более близость к творцу человек не ждет пока он начинает молиться шмонесра что он чувствует что он говорит с творцом он постоянно видит свой диалог с ашемом значит что он пришел сразу же меня а чем спасибо уже до того как я начал молиться ты ты сделал так что у меня нужно было ждать на боя рассказывал что его пригласили выступить в семинаре в школе для девушек и так получилось что у него было два выступления в один день и выступление во втором семинаре обычно он предупреждает что он не знает как все так а во сколько все закончится это часто не от него зависит поэтому он говорит что это всегда будет 5-10 минут 15 как-то он может чтобы это меня его опоздание было относитесь к этому с терпением но вот тот семинар где он назначили выступать перед огромнейшим количеством девушек там директор этого семинара она была очень-очень организована и и ну такая я кишка говорят и до нее пунктуальность и все должно было точно чтобы каждый из тех должны выступать начал вовремя кончил во время и поэтому она его предупредила что он должен быть там в два часа если и если он опаздывает чтобы он не приходил хорошо он действительно смотрел на часы и он сильно закончил свой урок до этого во время он прыгает машину и так как это было не так далеко все должно пройти было хорошо он сворачивает на улице амос это между барлан и геула и вдруг он видит что перед ним находится это грузовая машина которая убирает мусор да вот эти большие контейнеры и он видит что она действительно никуда не спешит она стихонечко опережает с одного места на другой другой 3 и он понимает что вернуться назад нельзя перегнать нельзя он полностью здесь завис у него нет никакого шанса и он теперь уже точно опаздывает и в этот момент он говорит что может быть было бы как бы да на трону так разозлиться на эту на эту грузовую машину на этого рабочего на ирия на мэрию на все что много все можно придумать разных вещей но в этот момент он хватает себя и он говорит ты здесь кроешься за всем этим поэтому я просто буду наслаждаться этим временем я стою здесь я могу подумать о разных вещах я знаю что сейчас это не в моих руках мне нет никаких претензий значит отметил что я не должен был там выступать получается что это я сделал мои усилия сделал предложил все что для того чтобы успеть но сейчас так как это не получается я не буду в этом переживать я не буду ни на кого расстраиваться мне нет никаких претензий значит это я принимаю это как должное и в тот момент когда он закончил эти мысли ему звонят по телефону и секретарша этой директорши просит его пожалуйста из них изменения чтобы он приехал на 15 минут позже и это именно в тот момент когда он сделал то что от него зависит без каких-либо претензий каких-либо гнева и так далее он получает этот звонок который подтверждает ему что вот так себя нужно вести и действительно если мы откроем наши глаза это постоянно постоянно можно у нас есть такие возможности как отреагировать недавно у меня было персонально тоже когда мне нужно было делать один проект с одним человеком и у нас к сожалению не мы не нашли общий язык я как бы что что он некорректно себя повел и но так как нам нужно было делать много вещей вместе после того как он опять как мне казалось что-то сделал не так то я опять же постарался то о чем мы говорим чтобы это не осталось теории я постарался себя как-то пересилить я пытался поискать что оправдать его как-то посмотреть на него с позитивной точки зрения сказать что это безусловно опять же это не просто так это это значит так лучше и он наверняка него есть для него для этого свои свои причины и может быть это выглядит совсем по-другому как как я думаю и так далее так далее после того как я прошел мне стало легче и стало хорошо в тот же вечер мне позвонил человек с которым я старался именно чтобы я с ним делал заниматься этим проектом он при этом сказал что я он не меняет свои планы и он хочет вернуться он хочет именно что мы это делали вместе человек который с которым я чувствую себя очень комфортабельно очень хорошо и это было настолько неожиданно потому что как у меня не было никакого даже мысли что такое может произойти и в конечном итоге я не знаю будет ли это актуально насколько мы действительно будем это делать вместе но сам факт что когда ты сталкиваешься с такими вещами и ты делаешь правильные рассуждения ты стараешься это все воспринять как нужно тогда тоже ты видишь как тебе потом улыбаются с небес в больше мы давайте повторим то что здесь чтобы это было не слишком много нашей концентрации достаточно у нас есть вещи когда этот лев мы должны наполнить ему на настоящий настоящий верой это с одной стороны мы видим что это только возможно если мне быть и тбоны нут я буду задумываться на этом буду анализировать я буду сам собой из 1440 минут в день мы можем найти пару минут на это можем сесть можем начать подумать о этом мире о создании этого мира о солнце о земле можем посмотреть на наше тело можем посмотреть на те места тех людей у которых а к сожалению нету это гармонии нету это совершенство воде эти больницах и опять же вспомните и и научиться благодарить творца за все хорошее что он происходит во время дня каждый день у нас постоянно есть эта возможность это это опция выбрать как реагировать как как надо смотреть когда мы начинаем правильно это обдумывать мы мы забираем этот страх тем что мы забираем этот страх этот гнев мы забираем эту негативную энергию которая используется против нас и то что мы начали даже если мы видим у других что они у них люди полны противоречий никогда не над смехаться на ними никогда не смеяться ними не издеваться только стараться каждому помочь каждому как-то вдохновить его и единственное что мы можем это стараться чтобы мы сами действительно жили в гармонии чтобы нас было совершенство чтобы мне не было противоречий в нашем на службе творцу и без осознащаем чтобы мы все о том приспали спасибо